А вот еще, дорогие друзья, я хочу отдельно снять ролик про педаль моментального тормоза. Педаль моментального тормоза это на ленточной пиле очень необходимая вещь. Тем более есть ленточная пила большого размера, как у меня, 42 см максимальная глубина пила. Представьте себе, что вы пилите пень, вы его распилили, и вам надо его держать, а тут надо станок выключать. Вот бросите она куда-нибудь бац и в пилу, и тут вы ногой шлеп, и остановили станок без проблем. То есть что такое педаль, да, вот, значит у меня вот такая конструкция. Вот тут у меня доска идет, на которой стоит центральная стойка, и вот тут у меня доска идет, на которой стоит другая стойка, да. Тут я, вот, ясеневые брусочки, да, это не принципиально, конечно, вот, пёрочкой просверлил, пёрочкой, и сюда засунул вот такая вот мебельная труба. Она продается, по-моему, 26 диаметром в любом комплектующих мебельных магазинах. Она нормальная, то есть она хоть и тонкостенная, но тут ее жесткости хватает. Потом я вытащил вот такие вот втулочки, опять же у них отверстия, но это они ограничительные втулочки, чтобы она вот так вот туда-сюда не плясала, да. Вот, и вот в этом бруске тоже отверстие, сквозь него проходит эта самая труба. Все эти вот пёрка на 26, то есть, или 25, она, не помню. В общем, такие пёрки продаются. К ней приклеиваешь, вот, педаль прям из фанеры. Так, ну, вот тут вот, видите, такой вот у меня брусок деревянный. Значит, да, сквозь него проходит шпилька на 12, и туда, насквозь, она проходит в эту самую педаль, да. Но она там не закреплена, не заневолена, а просто в дырке она пляшет для того, чтобы у нее была возможность вот такого люфта и хода. И вот здесь вот тоже два бруска и фанерка приклеены, ну, для того, чтобы они просто поддерживали вот этот брусок, чтобы он, как говорится, ну, тут был в таком, как бы, гнездышке. Вот, и этот брусок, шпилька идет вот сюда, вот, на тормозное устройство. Тормозное устройство себе представляет, вот, тоже из фанерки такая штуковина, на дверной петле, вот, сюда к корпусу прикручено. Вот, здесь вот шпилька заходит сюда, тут для нее гнездышко, и тут ее гаечкой, короче говоря, черек, и прикручиваешь. Тоже отверстие должно быть большего диаметра, чтобы здесь это имело возможность свободного такого вот хода. Ну, сюда я просто приклеил дополнительную такую вот фанерку, и фанерка, это же она и тормозит. Ну, вот, то есть вот она вращается, а это бзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз раз остановилась так бы надолго вращалась остановилась а так долго вращается вот и все это фанерка господи боже мой она у меня долго служить то есть не надо думать что она прям так быстро износится нет а износится ну еще одну приклеил делал куча 5 секунд делал вот такая вот да ну тут конечно же вот концевик понимаете а вот тут туда приделана просто любая доска чтобы этот концевик своей кнопочкой вот здесь от нее и отжимался вот то есть она отключает двигатель а это штуковина тормозит очень полезная вещь и очень вещь способствующая безопасности работы на такого рода станках берите на вооружение друзья успехов